Привет, меня зовут Евгений Смирнов, вы на канале сети магазинов Беру выходной, и сегодня будем рассказывать про старение пива, про контролируемое старение пива. Поэтому немедленно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Поехали! Эйдинг, английское слово, которое у нас часто переводят как выдержка, точного перевода нет, потому что эйдж – это возраст. Короче, старение, взросление, подверженность возрастным изменениям. Исторически пиво никто ради вкуса не выдерживал. Ну вот в исторической перспективе в сотни тысяч лет. Но, как всегда, в случае с едой, с пивом в том числе, все усилия всех производителей всей еды были направлены на продление срока годности в употреблении продукта. Это был залог выживания. Поэтому пиво просто старались сделать так, чтобы оно подольше прожило. Но не было целей, давайте подержим, и оно станет вкусным, съедобное и достаточно. И, как правило, пиво все-таки исторически пили сразу после, как мы сейчас говорим, главного выражения. То есть оно отбродило, спирт появился, ну окей, бухаем. Потом, постепенно с развитием технологий, науки, техники, все-таки появились и тенденции к выдержке. То есть, когда появились ресурсы на то, чтобы выдерживать такие ради вкуса. Первыми этим занялось, естественно, знать, как люди самые богатые на ресурсы, которые могут себе позволить не торопиться, и которые могли себе позволить заготавливать еду впрок надолго. У них были для этого и мощности, и рабочая сила, и прочие всякие финансовые инструменты. 200-300 лет назад вот тогда появилась эта идея с выдержкой пива заради вкуса, а не просто, чтобы оно подольше не портилось. В 18-19 веках в Европе, в самой продвинутой стране Европы, в Англии, сложилось две категории пива. Их называли mild ale и stock ale. Mild переводится в медленный, мягкий. Это было свежее пиво, которое пили сразу, как только его сварили. А stock ale – пиво складского хранения. Stock – это склад, то есть, в общем, синоним немецкого слова «лагерь», который сейчас мы используем для низового брожения. Это было пиво, которое долго выдерживалось, и после этого уже было продано. У него была и выше плотность, и выше крепость, и дольше оно хранилось. Потому что спирт – это у нас консервант гораздо сильнее, чем хмель. Тут надо добавить, что нормой было, и чем дальше вглубь веков, тем более распространенной нормой было приготовление пива для себя, а не для продажи. Если сейчас для себя у нас, может быть, варят домашние пивоварни или в каких-нибудь глухих деревнях, а все остальное пиво – это товар на рынке, то процент вот такого пива раньше был гораздо выше, не думаю, не ошибусь, если скажу, что он приближался к 90% или даже больше. То есть это была часть кухни, то, что каждое домохозяйство делало для себя. И, естественно, оно старалось как можно полнее забить свои погреба или свои складские площади пивом впрок. Для того, чтобы его можно было пить как можно дольше. Потому что пиво – это был сезонный продукт, потому что, опять-таки, зерно, хмель – это все растения, которые привязаны ко временам года. И процент потребления именно домашних продуктов, конечно, был раньше гораздо выше. В части коммерческого пивоварения сохранился документ от 1899 года, то есть 121 год назад. Один пивовар, выступая в британском парламенте, дал такую классификацию коммерческого пива. Майлд эйл – от 4 до 10 дней выдержки. Лайт пейл эйл – то есть легкий бледный эйл – от 2 до 4 недель. Семи-сток боткенбир – 3 месяца. И сток эйл – от 4 до 12 месяцев выдержки. Этот же пивовар констатировал тогда, что лет 20 назад, то есть для него лет 20 назад, примерно в 1880-х, у потребителей возник интерес к свежему пиву, и многие пивовары переключились с производства сток эйл на майлд эйл. Ну как переключились? Это у него так прозвучало «переключились». Мы-то с вами понимаем, что внезапно ничего не бывает, и что, когда речь идет о каких-то внезапных таких изменениях, шершили о деньги, что-то там произошло, мы к этому еще вернемся. Надо сказать, что к этому моменту, то есть 18-19 век и 17-й, в Англии вот у этих сток эйл, то есть у этих эйл долгого хранения, сложилось несколько разновидностей. Одно из которых был октябрьский эйл, октаубер, тот, который сами в заповеднике гоблинов воспел. Его варили по осенью, он был довольно плотный и спокойно вылеживал всю зиму на этой долгой холодной ферментации. И пили его там через полгода и даже больше, через год, вот этот самый октябрьский эйл. Многие домохозяйства осознали, что долгая выдержка идет на пользу и начали употреблять вот эти октябрьские ели даже через годы и десятилетия после того, как их сварили. В частности, есть небезосновательные предположения, что первые поставки в Индию от бертонских пивоварин бас, олсап и салт, были как раз вот этими самыми октябрьскими элями, только, возможно, чуть более сильно охмеленными. Как вы понимаете, потом из этого всего выросла мифология IPA, то есть горьких пив верхового брожения. И тогда же появилась, то есть как тогда же, те же 200-300 лет назад, появилась такая разновидность, как majority ale, ale – совершеннолетие. Это когда богатые дома варили очень плотное пиво и закладывали его на брожение в честь рождения наследника и пили это пиво по достижении им 21 года. То есть пили пиво с выдержкой в 21 год, и оно было, судя по оставшимся свидетельствам, довольно вкусным. В записях шотландского пивовара Уильяма Янгера остались на 1960-е годы, то есть буквально полвека назад, реестр таких или совершеннолетия, каковы реестры ввели с 19-го еще века. И даже вот тогда, вот уже в сильно послевоенные годы, на пивоварне хранилось ни одна, ни две, ни три бутылки разных лет или совершеннолетия возрастом до 100 лет. Ну вот на таких дистанциях, что со вкусом происходит, особо неизвестно. Тем не менее, я сумел там на одном форуме найти упоминание кого-то из пробовавших, но он там только написал, что в его записях он пробовал вот один из элей Янгера, скорее всего, возрастом от 50 до 100 лет, видимо, бутылочки было, но его дегустационная заметка состояла из слов «жидкий криозот». Что это значит, я не знаю, но, наверное, было не очень вкусно. Но это все-таки 100-летний возраст пива. Об этом упоминал пивной исследователь Рон Паттисон. А вот цитата из другого пивного историка, из Майкла Корнелла, который нашел еще один исторический документ. Сейчас я его поцитирую. В сентябре 1841 года в великолепном особняке Уинстей близ Рексома в Северном Уэльсе четыре дня праздновали совершеннолетие сэра Уоткинса Уильяма Винна. В последний день 500 человек, включая дядей сэра Уоткина, герцога Нартумберленского и графа Поуиса, сели обедать в павильоне площадью 7500 квадратных футов, высотой 20 футов, возведенном в саду. Меню включало филе говядины, плечи и ноги, ягненка, окорока, оленины, жареных, вареных цыплят, рябчиков, куропаток, тушеного зайца, телятину, окорока, лосося, карпа, линя, салат из омаров, языки, желе, бланмажей, выпечку, вина без счетов, включая красные бордосские, белые рейнские, шампанское, портвейн. И, вероятно, самое большое удовольствие, по словам местной газеты, шропширский консерватор, обильные запасы старого редкого эля, сваренного в честь рождения нынешнего сэра Уоткина, то есть 21 годом ранее, в 1820 году, когда 200 бушелей солода были сварены, чтобы заполнить благородную бочку. Сэр Уоткин, шестой баронет и его келарь, мистер Мартин, проживший в Уинстее почти полвека, выпили первый кувшин 21-летнего эля, и к ним, очевидно, быстро присоединились герцог и граф. Те, кто занимал самые высокие посты в обществе, казалось, наслаждались благородным напитком с величайшим удовольствием, писал шропширский консерватор. Это не единственное упоминание об элях совершеннолетия, и всегда эти упоминания сопровождаются таким же обильным перечислением блюд, потому что это праздник, и тогда, видимо, считалось, что если ты рассказал о празднике, не перечислив все, что было на столе, ты какой-то плохой журналист. Кстати, и это, наверное, привет друзьям из мира вина, в подобной эле раз в какое-то количество лет доливали свежее сусло, которое оживляло брожение, таким образом использовали, в общем-то, технологию солеры, когда одна бочка пропускает через себя несколько поколений напитков брожения. Кроме того, тот же Корнелл выяснил, что в Маут-эд-Кумбе-хаус, и этот дом до сих пор стоит, является достопримечательностью вот в этом доме, до 1793 года аж раз в 7 лет при выдержке ели совершеннолетия добавляли свежие хмели. Теперь попробуйте только, как расскажите, что сухое хмеление – это сиюминутная мода из 21 века. Но в 1880 году традиция Stock Ails, October Ails и Majority Ails внезапно угасла. Как так? В этом году в действие вступил так называемый закон о внутренних доходах в Англии, который перенес налоговую нагрузку с солода на плотность пива. И именно это зарубило на корню все вот эти вот долгоиграющие бродильные истории, потому что, ну, кто в своем уме будет платить сейчас и много, чтобы через 21 год выпить в кругу семьи. А налог взимался уже с плотности сусла. Таким образом, каждый, кто варит пиво, был обязан закупить ариометр, был обязан отдать данные в реестр во всех своих производственных помещениях, был обязан, больше того, уведомлять специальные ведомства о том, что он намерен варить пиво за сколько-то дней до самой варки. Ну, в общем, только самые богатые домохозяйства могли себе позволить легализоваться вот в это вот поле и, ну, варить пиво для своих наследников. Абсолютное большинство пивоварен, естественно, переключено. Ну, кто в своем уме будет вот это все делать, если можно сварить низкоплотное, быстро оборачиваемое пиво и сразу заработать деньги, вместо того, чтобы тратить их, варя длинное пиво, которое еще фиг знает, когда будет готово. Таким образом, Уильям Глэдстоун, тогдашний премьер-министр, ну, фактически разорил огромное количество мелких и домашних пивоварен, зато пивоварни более-менее коммерческие, благодаря этому им уже не надо было переплачивать налог за соло, то они могли перейти на другие сахаросодержащие компоненты сусла, выросли буквально за 5 или 10 лет, и количество выросло в три раза. То есть, с точки зрения рынка, все-таки, наверное, это было благо, хотя с точки зрения вкуса нет, ну, как всегда. Но хватит истории, давайте в современность. В современном мире, если кто-нибудь и занимается такими вот длинными проектами в 20 лет выдержки, то мы о них узнаем явно не завтра. Я, по крайней мере, слышал только про одну американскую пивоварню, которая выпустила там лимитированную партию 20-летней выдержки, но это было всего там бутылок 10 или 12, они, конечно, быстро разлетелись там со стартовой ценой в пару тысяч долларов, но про тенденцию говорить-то не приходится. Однако, у нас есть огромное количество сортов и стилей, которые пригодны для долгой выдержки. В частности, мы в сети беру выходной в магазине на проспекте Мира в нашем флагмане построили специальную эйджинг-камеру, в которую закладываем сорта, каковые сорта, по нашему разумению, должны красиво состариться с годами. Но хотя магазин открыл полтора года назад, то, во-первых, там есть уже сорта выдержкой полтора года, во-вторых, там есть и более старые сорта, потому что собирать коллекцию для этой камеры мы начали несколько лет назад. Самые старые на данный момент пиво там, оно примерно 7-летнее, да, оно 13-го года, это Гёсмариаш Порфео, вот пиво Варни Боон. Но что там еще интересного в этой эйджинг-камере есть, я покажу пару примеров прямо сейчас. Вот как выглядит, в принципе, почти любая бутылка в нашей эйджинг-камере, доставать я ее не буду, потому что она заклеена, запечатана. Но, тем не менее, могу сказать, что, ну, тубус закрывает от света, а бутылка, которая находится в этом тубусе, она также, как вот здесь, залита специальным. Это не воск, это полимерная смесь, она лучше воска, она не крошится и надежнее защищает от возможного проникновения кислорода под крышку. Ну, и видите, что там лежат сорта, которые должны красиво состариться, то есть это высокоплотные, начиная от 8 градусов, такие, как, например, британские старые ели, как барли-вайны, как имперские стауты, имперские портеры, как квадрюпели, может быть, трипели бельгийские, вот, или какие-нибудь доппельбоки. Это пример сортов. Ну, естественно, там много гёзов, ламбиков старых, с серьезным возрастом уже тех сортов, которые участвовали в купажах. То есть сначала это несколько лет брожения, потом купажирование, потом доброжные бутылки, а потом оно попадает в нашу камеру эйджинга, где и продолжает свое уверенное движение в сторону развития артефактов старения. Ну, понятно, что сейчас очень модная бочковая вывершка, и она, в принципе, как-то наследует вот эту историю со старением годами, но сейчас преимущественно выдержка ограничивается месяцами. То есть год-полтора-два – это гораздо реже, чем 3-4-5 месяцев. Тем более, что пивовары давно выяснили, если надо просто экстрагировать, собственно, дубильные вещества из древесины и придать древесный оттенок, то гораздо проще использовать щепу дерева, нежели покупать и тратиться на целые бочки, еще их под них потом где-то закладывать отдельные площади для хранения. Но это радость бобра. Это для того, чтобы просто появился древесный оттенок. Понятно, что для того, чтобы появилось что-то вот как бы сверх просто древесных тонов, нужно время, нужна оксидативная выдержка, потому что, как я уже говорил, медленно окисленное, контролируемое окисленное пиво, оно может приобрести вполне благородные оттенки кожи, дуба, порта, модеры, хереса. Но это только терпение и терпение. Что еще появляется в пиве при выдержке? Во-первых, если вы решили что-нибудь заложить там дома у себя на выдержку, надо иметь в виду, что скорость процессов зависит от объема. Чем больше объем... Нет. Чем больше объем... Нет. Чем больше объем... Нет. Чем больше объем... Вот. Вот так нормально. Чем больше объем, тем медленнее идут все процессы, в том числе и процессы старения. Поэтому, если вы что-то хотите заложить на очень долгий срок, выбирайте вытолку побольше. Что еще будет меняться при долгой выдержке? Спиртуозность. Спиртуозность сгладится. То есть резкого спирта, даже если он был в стартовом пиве, со временем уже, скорее всего, не будет. Фруктовые эфиры, скорее всего, уйдут в тона сухофруктов и темных фруктов. Древесные танины, вяжущие, терпкие, шершавые полифенолы останутся на месте и, может быть, выйдут на передний план. Тело упадет за счет распада белка, пиво станет более водянистым, более, наверное, плоским. Это вот по ощущению полноты вкуса. Значит, фенольная составляющая, скорее всего, подразрушится, поэтому выдерживать, например, вайсенбоке интересно, но банановый оттенок оттуда, скорее всего, со временем исчезнет. Темные салада со временем начинают, в кавычках, шоколадить, а оксидация приводит к появлению портвейно-хересных нот, что, в принципе, довольно интересно и вкусно. Но и, пожалуйста, при рейджинге, все-таки, если вы взялись делать это сами, учитывайте, что у каждого пива, в принципе, есть свой пик формы и свой упадок. То есть, понятно, что если хорошо подержать пиво два года, и оно стало очень интересным, то через еще два года оно может перестать быть интересным и, наоборот, пойдет вниз. Но здесь, к сожалению, нет, здесь есть некоторые наблюдения западных эйджеров, те, кто этим увлекается, там уже десятками лет, но в России пока что еще, к сожалению, не развита эта культура, и материала довольно мало. Ну, а материал привязан к конкретным сортов пива, вот что обидно. То есть, каждый сорт пива в этом случае индивидуален. Понятно, что лучше всего в долгосрочной перспективе будут сохраняться или с дикими дрожжами, или с высокой кислотностью. Ну, и с большой долей уверенности можно сказать, что длинная пиковая форма, скорее всего, будет у сортов на основе ламбиков и других или дикого брожения за счет британомицетов, которые сами по себе очень живучие товарищи, и умеют они расщеплять то, что культурным дрожжам не по зубам, то есть питаться дикстринами, например. Вот эти сорта, они действительно очень долго будут жить, радовать и стареть, скорее всего, красиво, и не уходить в дефектную ароматику. Это, ну, старые крики, гезы, фрамбуазы. И я думаю, что сухой сидр на диких дрожжах тоже перспективно очень интересен будет при старении, исчисляемом годами. Но в случае с сидром, как я понимаю, история еще ждет своих экспериментаторов с инструментарием от дегустационного блокнота до спектрофотометра и микроскопа. Ну вот, это было то, что мы сегодня хотели рассказать про эйджинг, про контролируемое старение пива. До свидания, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok